У меня такое утро, я решила сделать поэтапный макияж с нуля за 10 минут. Это обычное его время, поэтому начну. На меня абсолютно нет макияжа. Первое, что я использую, это Энври Алис. Вот, я наношу его немного. Увлажняю кожу предварительно перед макияжем. Уважаю время питаться. Чтобы иметь нормальную кожу, нужно поддерживать водный баланс, питание. И, конечно, я вижу ухудшения, когда у меня дни четмила или критические дни. В общем, есть высыпания. Второй этап я беру подглазник. Я его уже навесла. Сейчас лето. Лучше использовать SPF. Я уже увлажнила лицо, поэтому буду наносить тон. Наношу спонжем. Также я замечаю, что кожа становится намного чище и лучше, если придерживаешься правильного питания без пищевого мусора. Также поддерживать водный баланс и мыть регулярно кисти, раз в неделю, мать кисти и спонж через день. Делает ровный тон кожи. Это мой любимый оттенок. Тональный крем стойкий. Несмотря на то, что он не ложится эффектом маски на лице, также мне нравится то, что он не желтит и не отличается от кожи на шее. Прохожусь по всем зонам несколько раз, чтобы хорошо растушевать и не оставить эффекта маски и сделать тон невидимым. Тон стал ровнее. Еще я очень давно красила брови, где-то 4 месяца назад. Следующим этапом я наношу помадку для бровей с кожаной кистью. Нужно это делать быстро, потому что она засыхает. Я очень люблю эту помадку, но хочу попробовать уже другую, потому что это все-таки кот уже практически. Тушируется хорошо. Вот здесь лучше прокрашиваю. Видно, какая это бровь и это человеку без брови. Два разных человека. Скоро я получу посылку, где будет краска для бровей. Я буду делать себе окрашивание. Оно держится у меня где-то 3-4 недели, даже больше на волосках. Поэтому мне для блондинки это очень удобно. В первые дни, конечно, непривычно из-за того, что я могу регулировать оттенок бровей в повседневности. Поэтому после окрашивания это выглядит ярко. Контур я обложу вот такой кистью. Она у меня пустая. Пустая кистью, чтобы убрать, если есть где-то лишнее, но не делать четких контуров. Теперь я использую кистью для бровей. Я уже говорила, у меня это проблемная зона. меня это напрягает постоянно синяки под глазами как это можно украть у меня это абсолютно с детства ничего не могу сделать только маскировать уважнять хорошо маскировать вот так вот следующим тапом я буду наносить румяна баузер вот 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 в принципе на этом я могу заканчивать еще могу использовать карандаш для губ и венсово 104 завершающий этап блеск на макияжу готовы все продукты которые я использовала напишу и отнесу под видео так намного лучше такой супер свежий вид летний легкий макияж я не использовала много тона так что все что интересно я могу написать в описании приехали на выходные в Юрмалу Рома боится высоты поэтому обзор буду делать я сейчас сделаем закуп и поедем на пляж вернее пойдем дорога на пляж написано 300 метров от отеля какого красота похожи яма красавица идет тоже к морю после пляжа мы вернулись в отель здесь очень хороший открытый бассейн и как оказалось чистый и качественный спа спа зона это мы любим скажи это мы любим и выбираем всегда скажи отели в самой лучшей спа зоной где есть джакузи сауна большой бассейн вон там вот да есть детский бассейн и открытый очень здорово детки тут еще все классно утром я начала с йоги это несколько упражнений на баланс меня это очень заряжает и дает энергию и вдохновение на весь день после йоги конечно же на шведском столе нужно набрать от самых вкусных блинчиков с нутеллой и побольше побольше всего потому что я очень голодная здесь фрукты всякие хлопья молоко печеньки арбузики, фруктики, творог много видов здесь каша, сосиски, яйца и такая комната есть на завтраке в ресторане как это удобно с игрушечками столики вот здесь будешь кушать, да? после завтрака вышли пройтись там детская площадка левая красавица левая красавица мы уже приехали в Риту заселяемся в новый отель в центре города такой милый отель кто у вас это? кто у вас это? красота хватит на поселение смотри он какой-то молчаливый, что можно его взять да, вот здесь можно с животными мы были одни сутки в Йормале вот сейчас приехали в Регу посмотрим, что здесь так, первым делом мы выпустим Соню она такой путь проделала, да? молодец выходите, пожалуйста, окошко выходите давай, давай на выход мы тебе будем еще отдавать Соня у него как Кута угу шкаф иди иди Соня деба делает рум-тур внимание показывает, что здесь есть вот такой чайный набор зеркало вот можно свет включить круто вот так здесь вот такой вот в таком стиле все большая комната Соня ищет уже туалет, кстати он в чемодане надо достать будет угу заходи вау, здесь ванная все, мы не будем в спа ходить сегодня вау неплохо, неплохо ты кому звонишь? мы уже заселились здесь вышли прогуляться по городу так мы здесь в втором городе где-то в центре его и здесь идет какая-то съемка не знаю чего, кто знает что снимают интересно нам надо попробовать все мороженки которые по пути встречаются уже какое-то мороженку купила ух ты лодочка скажи да плывет пока красивая миленько бассейн очень уютная спа здесь очень чисто вот очень понравилось еще утром придем перед отъездом ну лучше скажи кто мои тапки забрал кто-то забрал тапочки здесь водичка вот такая большая крутая сауна я думаю это соляная соляная сауна такая вот комната теплая обязательно пить водичку когда ходишь в спа да Ева поддерживать водный баланс спасибо приятно так здесь есть лед потрогай смотри какой классный да вот так после горячей сауны можно выйти и использовать лед такой 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 холодный да? да да я не проседую с утра сейчас пойдем завтракать на машине у нас утром такой штраф за неправильную парковку так что в Риге надо оплачивать парковку здесь где стоимость штрафа 30 пришли вот на завтрак Ева выбирает себе конечно же блинчики оладушки мы пришли поздно вот тут джемы будешь блинчик так только очень перед отъездом решили заехать на рынок морепродуктов мы нашли его здесь есть рынок мяса сладостей и вот морепродукты нашли мы пользуемся правилам покупать там где биток людей где больше всего очередь стоит и купить все сейчас буду показывать что тут есть здесь вот такие вот закрывашки на входе пахнет очень пришли на такой рыночек и здесь турецкие сладости какие-то такие вот оливки по словам вот все вкусно и рыба мы нашли я во в шоке надо показать что-то отлично прекрасно привет креветки сарайя здесь вы прави сюда в уме там да по моему караси Такая, вяленая рыбка здесь разная, так что все это очень кажется свежим, красивым, рынок в топ, мы оценили. Возьмем домой сейчас что-то с собой. Есть опары, вот такие, 24 с половиной евро. Таранка такая, вот купили таранку, не знаю кто это, 4,69. Вот так, я вписалась в рынок на максималках, как бомжонок, скажи, хожу тут босиком почему-то на скал. На набережной остановились в таком кафе. Решили перекусить у Ява. Ява впервые пробует тайскую еду. Тебе понравился суп? Вкусный, да? Необычный, конечно, необычный. Все необычное, мы тоже не ели такую еду. Это было очень сложно доесть, потому что мы завернулись с собой, пойдем на пляж. Вот, набережная, красивая, но мы до конца не дошли. Мороженое хочется? Мороженое? 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 Какая ращика? Вот так. Какое? Да, да. Оно говорит, там детское какое. Мороженое. Ты счастлива? Да. А что там ногти вкусные? Пошли. Так, здесь в Юрмале есть такая церковь православная. Съемка запрещена, так что я не буду показывать дальше внутри ничего. У нас не было лопатки специализированной для физика. Мы взяли кожачую, но у меня есть функция такая, покажи. Висок просыпается. На этой ноте я заканчиваю свой влог. Спасибо каждому, кто досмотрел до конца. Поставил лайк, подписался. Всем хорошего лета. Пока-пока.